Просмотр документации и отчет об исправлении выявленных во время прошлой проверки недочетов. Так начинается работа межведомственной комиссии по проверке детских лагерей на территории Одинцовского округа. Отчет о проделанной работе на телефон, ватсап или телеграмм. Англо-русский клуб «Объединенное королевство» в лесном городке откроется 30 мая. В первую смену здесь ждут более 180 детей от 7 до 16 лет. Они будут отдыхать и изучать английский язык в течение двух недель. К замечаниям комиссии в лагере прислушались. У нас не было установлено таблички. На момент, когда мы отправляли фотоотчет в администрацию, мы установили самодельную табличку. Сейчас мы получили табличку по ГОСТу. Будет установлена табличка в цвете по ГОСТу. Корпус, который не достроен, доступ в него закрыт. Окна первого этажа все заколочены, закрыты. Вход туда невозможен. Дети туда не смогут попасть. Они в принципе туда не смогут попасть, потому что дети все время находятся под присмотром. В Звенигородском Орленке, оздоровительном лагере для детей сотрудников МЧС, для отдыхающих запланировано две смены по три недели. Свои двери для 202 ребят он откроет 29 мая. В этом году лагерю исполняется 70 лет. Минимальные замечания, которые были у комиссии в прошлый раз, здесь устранены. Не везде была выкашена трава. Но трава это дело такое, знаете, сегодня выкашиваешь, а через неделю возвращаешься и начинаешь уже по новой. И второй момент были не все малые формы прокрашены у нас, качели. Поэтому мы постарались и все исправили, все прокрасили. Радуга в деревне Пронская в этот раз станет работать для московских детей-сирот. Будет проведено четыре смены. Первый заезд для 95 детей состоится 2 июня. Лагерь, подготовленный за месяц, полностью готов принять ребят. Естественно, у нас уже не будет ни костров, и о них нельзя. Родических дней не будет, также нельзя. Наши сотрудники должны будут проходить, обязательно проводить анализы уже на ПЦР, обязательно, и обязательно на Ротонору Астровирус. Это работники столовой. То есть мы, хочу сказать, что полностью готовы. А в Кубинке на территории парка «Патриот» для ребят от 12 до 16 лет 2 июня откроется тематический полевой лагерь героев. В каждые 7 смен по 12 дней здесь сможет отдохнуть по 288 подростков. При этом заполняемость каждого лагеря по новым нормативам СанПин будет не более 75%. Не смогут ребят навестить и родители. Однако это не должно стать помехой для отличного летнего отдыха. Все четыре лагеря, которые будут осуществлять свою деятельность в период летней оздоровительной кампании 2021 года, приняты. Все лагеря готовы к приему детей. А это значит, что в них созданы все условия безопасного отдыха, содержательного, с интересной программой, хорошей подготовкой. И наши ребята будут там интересно отдыхать, вкусно питаться. Но самое главное, что родители не должны тревожиться о их здоровье и жизнедеятельности. Наталья Гончарова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.